Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Планомерно мы с вами приближаемся к среде, когда обещает отличиться американский регулятор, который пересмотрит процентные ставки. Ну, с большей долей вероятности, скорее всего, ставки останутся неизменными, но нас, безусловно, интересует риторика и позиционирование того, что произойдет с монетарной политикой дальше. Впереди июньское заседание, и даже несмотря на те отчеты, которые для кого-то кажутся довольно слабыми, получаемые по штатам в последние дни, вероятность того, что в июне все-таки порядок пойдет на повышение процентной ставки, сейчас по-прежнему очень высока. И это не моя субъективная оценка тех изменений, которые могут произойти. Это общее видение рынка, потому что, говоря по процентной ставке, мы с вами традиционно ссылаемся на контракт Педвоч, который, собственно, и занимается оценкой потенциала подобных изменений. О долларе мы будем говорить и сегодня, мы продолжим говорить и завтра, и, соответственно, будем стараться не просто с максимальной долей точности, вероятности, определить то, что с ним может произойти в перспективе, опять же, в ближайшие недели и месяцев, но и попробуем на этом неплохо заработать. Я снова обращаюсь к вам, как к трейдерам, которые знают, что такое совместные усилия, опять же, действия такого тотального общего характера. Надеюсь, что вы присоединились к моей позиции, разделяете точку зрения, что американец может неплохо вырасти. Мне от этого спокойнее, потому что, скажем, один в поле не воин, но когда определенного, опять же, сценария придерживаются большее количество трейдеров, я думаю, то, что совместными усилиями мы сможем затащить доллар к тем уровням, который нам хотелось бы видеть против японского конкурента. Давайте начнем все-таки с нефти. Сегодня нашего традиционного вступительного актива можно, ценно сказать, то, что рынок пока что точно наш, потому что большинство активов, на которые мы делаем ставку, развиваются в том ключе, который был нами спрогнозирован. Сейчас прекрасная, нисходящая, затяжная динамика наблюдается на всем рынке черного золота. Квоз вчерашнего дня 51.41, сейчас актив на отметке 51.45. Говоря про вчерашнюю торговую сессию, друзья, хочу обратить ваше внимание, мы добрались до минимального уровня за последние практически 5 недель. И причины на самом деле все те же. Это опасения за увеличение нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки, что будет оказывать еще большее нейтрализующее, комиссирующее воздействие на все усилия ближневосточного картеля по разрешению проблемы с переизбытком и избыточным предложением сырья на всем рынке углей, водородов. Плюс ко всему, не забывайте про явный скепсис, связанный с тем, что продление действий нефтического пакта, который был заключен в конце прошлого года в том формате, в котором он действует сейчас, вряд ли будет результативным. Я вот попробовал поискать больший, скажем, консенсус по прогнозам того, какие сокращения в текущей редакции могут все-таки стать более результативными для всего рынка нефти. Считается то, что если ОПЕК, а также другие регионы продлят действия нефтического пакта и уже обозначат в качестве нового ориентира после сокращения производства, там, показатель в 2,5 миллиона баррелей, а не 1,8, как было решено на первом полугодии 2017 года, тогда эффект будет более радужным для всего глобального рынка нефти сырья. Но вряд ли, опять же, ОПЕК пойдет на такое серьезное ограничение по добыче, поскольку мы видим откровенное нытье уже со стороны ряда представителей ближневосточного картеля о том, что им уже надоело наблюдать сокращение собственной доли. И то, как этим удачно пользуются Соединенные Штаты Америки, не только увеличивающие добычу нефтересурсов в регионе, но и покрывающие все больше и больше, скажем, регионы торговых партнеров по экспортным поставкам. То есть, астут, ареалы их сбыта, и если, опять же, на эту ситуацию не повлиять, то мы продолжим вместе с американскими статистиками по факту публикации данных переписывать исторические показатели по экспортным поставкам. По крайней мере, до конца 2017 года, я думаю, что картина в целом не изменится. Поэтому я, говоря про долгосрочные цели по нефти, считаю то, что этот год будет очень результативным для нас, как для продавцов, и надеюсь то, что мы сможем добраться до более низких ценовых значений. Также по нефти еще не забывайте про то, что на прошлой неделе, в пятницу, по отчету у Baker Hughes стало известно об увеличении нефтяных терминалов 15-ю неделю подряд, уже 700 штук перевалим, уверен, за эту планку в эту пятницу. Плюс ко всему у нас еще увеличение загрузки производственных мощностей и, по сути, выход на прежний уровень добычи в Ливии и в Нингерии. В Ливии сейчас добывается нефть и 760 тысяч баррелей в сутки. Это статистика актуальная, буквально сообщения об этом стали достоянием общественности буквально несколько часов назад. А 760 тысяч баррелей в сутки – это максимальное значение с конца 2013-го, начала 2014-го года. То есть прослеживается и здесь уже историческая параллель Нигерии. Пока что, к сожалению, точной цифры нет, но я думаю, что там увеличение добычи также было в довольно выраженном ключе и тоже сейчас максимум за несколько лет. Сегодня утром вышел отчет PMI производственной активности по Китаю. Влажный сектор, один из важнейших для развивающегося рынка. В данном случае Китай, как вы помните, у нас общий индикатор сброса на сырье. И если у нас есть посылки говорить о том, что экономика может выйти на более скромные показатели по ОВП из-за того, что производство растет не так динамично, как хотелось бы, мы тут же закладываем это в качестве еще одного риска для сброса на сырье и, соответственно, для цен на черное золото. PMI производственной активности Китая снижение с 51,7 до 53,3. Это еще несколько десяток пунктов, и мы окажемся ниже зоны, которая является вроде бы как пограничной для восстановления. И ниже полтинника это, как вы понимаете, уже спад и рецессия. По Китаю это реальность. Я поэтому еще в начале этого года говорил вам то, что в 2017 году экономическое восстановление Китая будет хуже, чем в прошлом году. И мы увидим показатели чуть ли не в 6,5%. По нефти негатива достаточно. Надеюсь, что кого-то я смог убедить в том, что сел остается приоритетным направлением. В общем, я сохраняю короткую позицию. Надеюсь, что мы с вами продавим 50 долларов за баррель в ближайшие дни. Рубль 5701. Ждем тестирования психологической планки 50. Ждем, что рубль окажется в этот момент, как только такая ситуация разовьется на рынке черного золота, выше 58. Доллары японская иена. Котировки 111.90. Вот-вот мы протестируем 112. Лично у меня в связи с этим настроение довольно хорошее, потому что мы с вами начали уже давно поднимать пару долларов против иены. Мы понимаем то, что сейчас аргументов для усиления позиции доллара больше. Это и, собственно, ожидания тех изменений, которые могут произойти в монетарной политике. Это решенный вопрос, как стало известно, с продлением финансирования правительства. Конгресс одобрил, собственно, эти положения. Поэтому ни о какой приостановке работы и деятельности пока уже речи быть не может. Это бюджет тоже согласован на 2017 год. Возможно, какие-то еще коррективы будут внесены. Но самое важное, один из основных рисков и факторов неопределенности сейчас снят. Поэтому у доллара появился еще один катализатор для роста. А то, что именно таковым он и является в плане поддержки для американцев, говорит явно вчерашняя динамика. Потому что вчера вышло несколько отчетов, которые разочаровали, но в целом интерес к доллару сохранился. Какая статистика разочаровал? Это личные доходы 0,2% с 0,3%. Личные расходы здесь замерли мы на нулевой отметке. Ну, хорошо, что не спад. Поэтому не нужно здесь чрезмерно негатив. Вот если бы было бы снижение, которое продолжалось больше трех месяцев подряд, тогда бы поискали свой негатив. Индекс разгона инфляции остается на высоких значениях. 68,5% с 70% индекс, а СН производственной активности 54,8% с 57,2%. Да, хуже, чем в прошлый раз, но все равно выше гораздо 50%, что свидетельствует о том, что сектор все равно восстанавливается. Если мы сейчас посмотрим, опять же, на вероятность тех изменений, которые могут произойти с монетарной политикой в плане процентных ставок, то за последнюю торговую сессию, то есть за последний день особое настроение не изменилось. То есть рынок по-прежнему закладывается под то, что ФРС снова поднимет процентную ставку и видит вот в этих макроэкономических данных ни в коем случае не предпосылку для общего такого фундаментального разочарования. То, что статистика продолжит ухудшаться, а значит ФРС будет откладывать повышение процентной ставки до конца этого года. Нет, считается то, что это исключительно сезонное проявление слабости, которое будет нивелировано, погашено, нейтрализовано уже дальше по итогам второго квартала 2017 года. И еще один локальный триггер вчерашнего дня это выступление министра финансов Соединенных Штатов Америки Стивена Мнучина. Я на него, между прочим, уже делаю большую ставку. Считаю то, что он станет для нас другом в этом году, потому что уже трижды мы видели, как его выступление было равносильно пинку, опять же, для развития бычьего ралли для доллара. И вчера возвращение, опять же, к риторике того, что сильный доллар – это должное для перспективы долгосрочного характера, то, что экономический рост превысит 3% благодаря стимулам Трампа и налоговой реформе, которая должна быть реализована в кратчайшие сроки. И, как бы, отвечая на вопрос скептиков по поводу того, что налоговая реформа – это, конечно же, хорошо, но за счет чего вы будете финансировать в этом случае дефицит бюджета. Мнучин проявил лояльность в этом плане и, собственно, сообщил о том, что в арсенале американского правительства есть множество источников покрытия дефицита. Но распространяться о том, что же это за источники, мне было крайне интересно, конечно же, он не стал. Ну, хорошо, что такая риторика пока что сохраняется, она вроде бы позитивная. Пусть без конкретики, не будем ее искать там, где нету, но все равно это не тот негатив, с которыми мы работали еще недели три назад. Поэтому я сейчас планомерно подстраиваюсь к заседанию ФРС, которое у нас запланировано уже на завтра, и жду, если уж не повышение процентной ставки, то, по крайней мере, железобетонное за то, что такие изменения случатся в скором уже, друзья, июне. Поэтому USDN у нас как сохраняла потенциал для развития восходящей динамики, так, думаю, и продолжит это делать. Ну, а мы удерживаем длинную позицию. А австралийцы против доллара, а сейчас котировки 0,7533, чуть повыше, чем вчера во время брифинга, тот уровень, который мы констатировали. Сегодня Резинбанк Австралии принял решение сохранить ставку на прежнем уровне от 1,5%, но снова были обозначены риски на рынке недвижимости, риски, связанные с недостаточным ростом заработных плат и закредитованности домохозяйству. Риски в связи с переоценкой курса австралийского доллара, то есть все те же самые шаблонные такие фразы-крише, которые, вы знаете, есть в арсенале каждого регулятора. Ну, Европейский центральный банк, мы помним, о чем они всегда говорят в ЛРС, какие фразы закидывают на рынок. И Резинбанк Австралии тоже не меняет риторику, и это все равно для нас хороший сигнал для продавцов, потому что риторика в целом мягкая, поэтому даже несмотря на локальное восстановление, шансов на то, что оно будет развито в нечто большее, нет. Оставляется продаем и дальше. Собственно, так же, как и новозеландский доллар и канадец. Вчера канадца поддержала локальная статистика по индексу в производственном секторе 55,9 с 55,5, но расти долго на локальном позитиве только от одного элиза, конечно же, не удастся. Тем более, что стоит сейчас нефть и пойти к поддержке 50 долларов за пары, а стоит только Трампу снова высказаться более острым, включая касательно протекционизма и новых ограничений в увеличении экспортных пошлин для ряда товаров, поставляемых из Канады, все негативные факторы разом снова навалятся на канадца, на перспективы канадской экономики, на курсы, позволят нам, собственно, наблюдать и дальше ослабление этого актива против доллара. Франк остается переоцененным, не забывайте про это. Если хотите заработать как косочно, я рекомендую вам ставить на скорое достижение паритета по паре доллар-франка. Думаю, что это также вопрос в ближайших дней. И европейская валюта. Друзья, здесь хочу обратить внимание на то, что впереди у нас очень серьезное воскресенье, когда пройдет 7 мая второй турка выбора президента во Франции. И если мы сейчас посмотрим на общественное настроение по поводу того, кто из кандидатов все-таки одержит победу, конечно же, лидерство за МНЛ Макрон пока, без сомнения. Но и электорат, и количество голосов увеличивается и в пользу Мари Липен, потому что, на мой взгляд, она сейчас проводит крайне эффективную пиар-компанию, выступает в средствах массовой информации, основных радиостанций и охватывает ту аудиторию, которая может еще заразить своей идеей автономии Франции и развития вне туча текущего Европейского Союза. В частности, между прочим, в той программе я немного, скажем, ознаком с теми положениями, которые закладываются в основу ее будущего политического течения, если ей, в принципе, удастся реализовать. Она радует за идею того, что Европейский Союз уже себя, в принципе, скомпрометировал. Я абсолютно с этим согласен. Европейский Союз уже давно превратился в какую-то тоталитарную структуру, отошедшую от тех векторов и направлений развития, которые должен придерживаться. Поэтому, в принципе, в какой-то мере даже разделяю взгляды Мари Липен относительно того, что лучше создать новый альянс европейских государств, независимых, суверенных, которые будут совместно решать поставленные задачи без какого-то конфликта национальных интересов и без какой-то указки отдельных регионов. Ну, вы понимаете, сейчас в рамках Европейского Союза кто гнет свою линию, распространяющуюся на все другие экономики. Если эта идея будет заряжена большее количество сейчас избирателей, которые пока сохраняют нейтралитет, то есть до воскресенья, тогда выборы у нас будут крайне интересными. И почему бы не допустить то, что у Мари Липен тоже будут очень высокие шансы на победу. Если она все-таки выиграет второй тур выборов и станет президентом Франции, вы понимаете то, что евро тут же окажется под серьезным прессом. И, может быть, это и станет тем самым катализатором для снижения евро против доллара в район паритетного значения. Но я сохраняю пока короткие позиции по европейской валюты. Взгляд, опять же, Минвежий, то, что евро будет снижаться. И, надеюсь, то, что многие из вас разделяют такую же позицию. Фунт без изменений пока на локальных экстремах, но уже не на таких высоких значениях, как в нем ранее. 1.28.96 и сегодня, друзья, у нас в 11.30, то есть через час 45, индекс деловой активности в производственном секторе. Я считаю то, что статистика будет плохой, как в прошлый раз и статистика, это статистика, этот отчет усилит давление на британца. После этого релиза завтра снова вернемся к фунту и, если будут сигналы, попробуем начать уже торговлю и этим активом тоже. Из важных отчетов, помимо активности в производственном секторе, еще вот 23.30, это статистика по АПИ запасов нефти США. Смотрим за цифрами в случае очередного прироста, ставим на еще больше импульс коррекции для всего рынка углеводородов. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, форум о маркетсе и канал на YouTube к вашим услугам. Параллельно не забывайте ставить лайки, за которые большое вам и искренне спасибо. Увидимся завтра в 9.30 по Москве. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok